Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 мая день Саввы назван через память святого мученика Саввы Стратилата. Он безбойзно исповедовал христианство. За это был схвачен. Его оповесили и жестоко били, жили огнем, бросили в котел с кипящей смолой. Но святой, охраняемый невидимой силой Божией, оставался цел и вышел из котла невредимым. Видя с ее чудо, во Христа уверовалось 70 воинов, бывших здесь. Они громко исповедовали себя христианами, за что были усечены мечом и получили внец мученический. Сегодняшний день в народе называли по-разному. Савва Евсея, Евсея в день, Стратилат, Елизавета Чудотворница. Наши предки верили, что в конце первой недели мая на человека нападает маята. Поэтому молились святой Елизавете для того, чтобы избавиться от этой напасти. Святая Елизавета служила Богу, постом и трудами, изнуляя свое тело. И так угодила Богу, что получила от Него дар исцелять недуги людей, не только телесные, но и душевные. Свою молитву она исцеляла всякую телесную болезнь своими жильчами и Боговдохновенными наставлениями врачевала души человеческие, наставляя их к покаянию и ко всяким добродетелям. Совершала много чудес. Однажды она умертвила молитвой сврепого змея. Другой раз она исцелила одну женщину, долгое время страдавшего кровопотерием. Также изгоняла нечистых духов из людей, совершала много и других чудес. Чудеса совершались ее не только при жизни, но и после ее блаженной кончины. Сегодня древние славяне проводили многочисленные обряды, чтобы окончательно пробудить землю и принести всем здоровье. Прославляли мать всех богов, маю Златовласку. В ее честь зажигали специальный огонь, символизирующий возвращение летних дней и вращение белого солнцеворота. Проводились обряды опахивания, которые обещали здоровье и удачу. Заключались эти обряды в проведении плугом или сахой борозды вокруг определенного участка земли, чаще всего поселения или дома. При этом наблюдали за тем, чтобы ни один комок не лег во внутреннюю сторону борозды. Во время самой похоты произносили молитвы и заговоры, тем самым как бы отгораживая этот участок от злых сил. Приметы. Если много комаров, жди богатого урожая овса. Если над горизонтом низкие облака повисли, а края у них отчерчены, будет сильная гроза с ветром. Четвертые лунные сутки Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе, в парке. Очень хорошо сегодня петь, потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно, то, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok